В этом уроке мы с вами поговорим о том, как нам поставить многофункциональную галерею на нашем сайте. Называться она будет JoomGallery и скачать мы ее можем с официального сайта расширений. Давайте попробуем установить ее из специальной функции нашей Joomla. Веду ее в поиске и нажимаю «Установить». Устанавливаю. Все, мы установили. Итак, давайте рассмотрим, что из себя представляет эта галерея. Здесь вот на простом шаблончике представлена статья. То есть мы можем вставлять изображение галереи внутрь статей. Сейчас подгрузится. А также мы можем просто в стандартном виде выводить эти галереи в виде категории. Сейчас мы с вами все это рассмотрим. Вот наши изображения. Здесь у нас есть поддержка как рейтинга, так и комментариев, а также есть поддержка водяного знака для того, чтобы изображения метились. Каким-нибудь адресом, например, вашим сайтом. Все это также сейчас рассмотрим. Итак, мы с вами только что ее установили, и теперь было бы неплохо русифицировать ее, потому что там большое количество настроек, которые мы все разбирать не будем. И было бы очень хорошо, если вдруг вы захотите детально разобраться, чтобы все было по-русски. Итак, уже отсюда нажимаю скачать, попадаю на ихний сайт, здесь перехожу в языки, и здесь я нахожу русский. И скачиваю его. Скачать. Сохранить. Теперь я перехожу также в менеджер расширений. Загрузить файл пакета. И выбираю только что скачанный архив с русским языком. И нажимаю загрузить и установить. Все у нас успешно установилось. Теперь переходим в компоненты. И здесь мы с вами видим, как бы, панель, на которой мы все можем с вами настраивать. Итак, для того, чтобы нам вывести галерею, мы с вами должны выполнить несколько шагов. Сначала мы с вами создаем категорию, а уже в отдельной категории загружаем нужные нам изображения. Переходим в ассистент категорий. Здесь создаем новую категорию. Назовем ее, например, луна. Также здесь мы с вами можем заполнить метод данной. Нажимаю сохранить и создать. Создам здесь категорию земля. Нажимаю сохранить и создать. И категорию солнца, например. Сохранить и закрыть. Итак, категории созданы. И теперь я должен поместить в эти категории какие-либо изображения. Для этого я должен воспользоваться одним из видов загрузки изображений. Вот они тут есть, например, drag and drop и вот до сюда. Всего 4 штуки. Воспользуюсь вот этим вот, он мне больше по душе. То есть сюда мы с вами должны переместить изображение. Изображение я уже подготовил. Например, вот эти вот картиночки земля. Я сюда перетаскиваю. Теперь выбираем категорию, в которую они попадут. То есть земля, да? Далее общее название. Например, веду земля. Также. Далее можно ввести автора. Но я этого ничего делать не буду. Также, если у нас здесь есть прозрачные или анимированные изображения, ставим галочку. Но у меня их нет. Нажимаю загрузить. Вот и все. Они у меня загрузились. Теперь нажимаю очистить список. Выбираю другую категорию, например, солнце. Здесь ввожу солнце. И сюда также перетаскиваю уже другие изображения. Так, здесь все нормально. Нажимаю загрузить. Все очищаю список. Луна. Луна. Перетаскиваю изображения, которые будут в категории Луна. И загружаю. Все. На этом у нас загрузка окончена. И для того, чтобы посмотреть все фотографии, которые мы с вами загрузили, мы переходим в Ассистент фотографий. И здесь мы видим все наши фотографии с их названиями. Здесь мы их можем изменять и переименовывать. А теперь давайте мы с вами с помощью меню выведем все эти категории. Если мы зайдем в главную панель этого компонента, то мы здесь справа увидим различные его расширения. И пока мы не установили ни одного из этих расширений, выводить мы можем только с помощью меню. В будущем, если мы поставим нужное расширение, мы сможем выводить, например, в статьях или в модуле. Перехожу в меню. Главное меню. Создать пункт меню. Тип пункта меню я выбираю в джунгалере. И здесь выбираю галерея стандартный вид. Ввожу заголовок галерея. И нажимаю сохранить и закрыть. Теперь перехожу на страничку сайта. Галерея. И я вижу то, что все у нас успешно выявилось. Перейду в какую-нибудь галерею. Здесь я вижу 7 фотографий. И здесь, если я нажимаю на одну из них, я уже попадаю в детальный просмотр. Здесь есть и голосование, и комментарии. В общем, здесь все есть. Теперь давайте перейдем в настройки. Рассмотрим все, которые влияют на внешний вид галереи. Также заметьте, здесь есть кнопочка поиска. И здесь вот есть хлебные крошки. То есть путь. Где мы сейчас находимся. Итак. Перехожу в компоненты. Джумгалере. Здесь я перехожу в мен ассистент настроек. Теперь права пользователей. Оценки. И здесь я ставлю тип отображения рейтинга вот таким вот. И Аякс. Для того, чтобы он ставился без перезагрузки страницы. Нажимаю сохранить. Смотрим. Обновляюсь. И теперь у нас оценка фото более красивая стала. Далее. Перехожу обратно в настройки. Здесь перехожу в настройки пользовательского интерфейса. Далее я перехожу в верхние и нижние разделы. И здесь убираю показ логотипа. А то у нас в галерее есть логотип, очень похожий на этот. Сохраняюсь. Теперь отдельный момент для детального вида. Здесь, как я говорил, мы можем поставить водяной знак на наше изображение. Для этого мы с вами листаем вниз и ищем. Показать водяной знак ставим D. И здесь я также сохраняюсь. Теперь перейду на сайт. И мы видим, что у нас подцепился водяной знак. В данном случае он выглядит вот таким вот образом. Для того, чтобы его изменить, вам нужно будет пройти вот по этому пути. Сейчас, секундочку. Путь к водяному знаку. И в этом пути, например, заменить существующий водяной знак, либо написать здесь название нового файла. То есть в папку Media внутри вашего сайта JoomGallery Images вы должны будете поместить новый водяной знак. В данном случае он у нас выглядит, как я сказал, вот таким вот образом. Вот он виден снизу. Теперь давайте с вами поговорим о остальных пунктах меню. Перехожу в панель управления. Меню. Главное меню. И как мы с вами знаем, то у нас здесь еще были другие виды меню. То есть стандартный вид и до формуляра загрузки. Сейчас я открою другой сайт. Итак, рассматриваем типы меню. Первый это стандартный вид. Следующий у нас детальный показ у нас выглядит следующим образом. Например, я перехожу в какое-нибудь изображение. И вот детальный вид отдельного из них. Следующий у нас это категории. Здесь нужно войти в систему. Секундочку. Вот категории. Здесь мы можем создавать новую, если у нас есть права, и смотреть другие. Далее у нас это. Следующий пункт меню у нас. Это категории пользователей. То есть категории отдельно взятого пользователя. Таким вот образом это у нас выглядит. То есть пользователи могут добавлять от своего профиля различные изображения и потом их просматривать. Следующий у нас это моя галерея. Насколько я понимаю, это те изображения, которые выложены этим пользователем. Следующий у нас это топ списки. То есть изображения с наибольшим, например, рейтингом, либо количеством просмотров, либо комментариев. Здесь топ 12 лучших изображений в галереях. Следующий у нас это фавориты. То есть мы можем помечать понравившиеся нам изображения фаворитами. Они закрепляются за отдельным профилем. И после этого, когда пользователь накопит нужное ему количество понравившихся изображений, он может скачать все их разом в zip-архивах. Следующий это также фавориты, только они у нас в табличном виде. И далее это формуляр. Здесь мы можем загружать изображение. Прямо с лицевой стороны сайта. Теперь давайте разберем один немаловажный момент, как нам загружать картинки внутрь статей. Ведь сейчас они выводятся только с помощью меню. Для этого я перейду в admin панель. И здесь перехожу к компоненту Jump Gallery. И здесь у нас есть множество расширений, которые могут расширить стандартные возможности нашей галереи. И для того, чтобы добавлять внутрь статей, нам с вами нужен, во-первых, плагин, который это сделает. Он называется Jump Blue. И далее кнопочка, которая упростит наши действия. Jump Blue называется. Она появится внутри редактора. После того, как вы здесь их установите, устанавливаются эти расширения очень просто. Нажимаете на один из них и запуск автоустановки. Нажимаете и происходит автоматическая установка. После этого переходите в менеджер плагинов и включаете их. Далее, в материалах появляется специальная кнопочка. Вот она снизу. Jump Image. Здесь мы с вами можем вставить, например, отдельно взятое изображение. После чего она добавляется в статье и красиво запускается. Таким вот простым образом работает данная галерея. Если вы хотите узнать, как расширить ее функционал еще сильнее, то в полной статье, которую я размещу под видео, я описал большую часть ее расширений. Какие за что отвечают. А на этом данный видео урок окончен. Подписывайтесь на новые видео и изучайте Joomla KMS вместе с JoomlaFox.ru Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!